всем привет рад приветствовать вас на своем канале сегодня у нас четвертый урок с вами продолжаем тему сниферов тузов которые дают нам возможность работать с трафиком перехватывать данные и являются одним из основных инструментов в работе тестировщика и мобильного тестировщика в частности напоминаю что на втором уроке мы устанавливали чарльз прокси и заснифали данные с телефона и симулятора на третьем уроке мы установили снифер фиддлер everywhere на mac us и заснифали данные с айфона сегодня мы установим фиддлер everywhere на наш компьютер на windows и заснифаем трафик с андроида и так поехали заходим в google и вводим строку поискового запроса фиддлер переходим по первой ссылочке тут мы можем ознакомиться с продуктами компании телерик но наша основная цель это установка фиддлер everywhere поэтому кликаем download free trial вводим форму наш email и указываем страну ставим галочку на лицензионном соглашении и нажимаем download и так мы видим скачивание началось напоминаю друзья что программа является платной и подписка стоит 10 долларов на один месяц однако мы можем воспользоваться реальной версии которая составит 30 дней более подробно о тарифных планах а также посмотреть документацию вы можете самостоятельно перейдя на сайт telerik.com и мы видим наш фиддлер скачался два раза кликаем по файлу видим лицензионное соглашение принимаем запустилась наша установка в принципе каких-то глобальных отличий по установке фиддлера everywhere на mac и на windows нет единственное могут возникнуть какие-то вопросы по снифингу с номер 3 поэтому это видео снято скорее для людей которые никогда не работали на mac оси и им просто приятнее видеть установку на знакомом интерфейсе windows хотя отличие установки и первичной настройки практически нет итак мы видим открылась форма логина вводим нашу почту и пароль либо логинимся с помощью аккаунта google итак мы видим фиддлер нас приветствует и мы можем ознакомиться с основами навигации вот мы видим от огол включения перехвата трафика основную табу у которой с которой будут отображаться данные по перехвату запросов поля и так далее итак переходим на вкладку settings в правом верхнем углу значок шестеренки кликаем на трасс труд сертификат для того чтобы мы имели возможность трекать запросы по https протоколу видим что у нас появилось предупреждение безопасности о том что будет установлен сертификат нажимаем да и производим первичные настройки а именно ставим галочку на перехват данных почти теперь с протоколу во вкладке connection обращаем внимание на порт 8866 и ставим галочку на доступ к перехвату с других устройств так как мы планируем снифать данные с нашего андроида все остальные настройки оставляем по умолчанию нажимаем сохранить открываем наш браузер и проверяем действительно ли все работаем вводим в поисковой запрос яндекс тут мы можем поработать запросами которые нас интересуют более подробно к примеру раскрыть наш джейсон файл посмотреть body хидеры или что то что нам будет интересно также мы можем перевести наш тоггл на паузу и новые запросы приостановятся очистим поле запросов и видим ничего не происходит пока тоггл не активен переключаем тоггл обратно и данные побежали снова что можно делать дальше с данными которые мы получаем будет в других роликах ну а мы движемся дальше и следующим пунктом мы синхронизируем наш android и фидлер и перехватим данные с телефона внимание очень важно для того чтобы произвести синхронизацию нашего мобильного телефона и компьютера и наши запросы с мобильного телефона отслеживал фидлер нам необходимо узнать айпи адрес компьютера есть несколько способов для того чтобы это узнать мы воспользуемся для этого командной строкой переходим от cmd открывается командная строка вводим айпи конфиг видим в консоли появилась информация с айпи адресом который нам сейчас понадобится 192 168 126 этот айпи адрес конкретно для моего компьютера у вас будет свой айпи адрес сейчас я подключу свой девайс для того чтобы показать все настройки пошагово наш мобильный телефон на андроиде появился переходим к настройкам вайфай сети нажимаем настройки переходим к расширенным настройкам скроллим в самый низ открываем вкладку прокси и меняем нет на ручная настройка во вкладке имя хоста вводим наш айпи адрес из командной строки а в поле порт вводим 8 8 6 6 тот порт который установлен по умолчанию фидлере everywhere и ставим галку сохранить проверяем что наши данные еще раз что мы нигде не ошиблись вторым шагом нам нужно установить сертификат доверия на наш телефон для перехвата и расшифровки запросов по стп с протоколу заходим хром и вводим в адресную строку наш айпи адрес после того как мы ввели наш айпи адрес нам надо поставить двоеточие и ввести порт нашем случае это 8 8 6 6 будьте очень внимательны можно легко ошибиться при вводе нажимаем на вторую линку а именно скачать сертификат и мы видим сообщение о том что необходимо установить сертификат в cs для этого идем настройки телефона у меня на видео это redmi note 8 pro на 11 андроиде но плюс минус путь к настройкам сертификата почти одинаковый если будут какие-то проблемы пишите в комментариях переходим настройки пароли и безопасность конфиденциальность шифрование и учет данных установка сертификатов сертификат cs нажимаем все равно установить кликаем на сертификат фидлера после чего видим сообщение об успешной установки сертификата для того чтобы проверить все ли мы настроили верно заходим chrome и видим что фидлер начал перехватывать и расшифровывать наши запросы с мобильного устройства мы можем остановиться на чем-то конкретном в перехваченных данных посмотреть ту информацию которая необходима нам один важный момент дорогие друзья который нужно не забыть после того как мы работали с сетью в ручном режиме нужно вернуть наши настройки вай фай сети чтобы наш интернет работал и для этого переходим в настройки вай фай кликаем на нашу сеть и переводим подключение прокси из ручного режима на нет и сохраняем теперь наш вай фай будет работать в штатном режиме ну а на этом наш четвертый урок подошел концу надеюсь после просмотра видео вы сможете установить фидлер и настроить перехват данных из браузера и мобильного телефона самостоятельно следующих уроках мы будем останавливаться на функциях сниферов как ими пользоваться в тестировании более подробно подписывайтесь на канал ставьте лайк оставляйте комментарии ну а всем пока и до новых встреч